Продолжение следует... ...об этой стране тем, кто там еще не был. Как вы видите на слайде, расположено это государство на северо-востоке Аравийского полуострова. И кто знает, чем омываются наши... ...чем омываются Арабские Эмираты? Каким океаном, морем? Есть ли у нас знатоки, которые уже все-все знают об Арабских Эмиратах? Друзья, я знаю, что немножко затянуло начало, потому что технические какие-то моменты мне помешали вовремя начать. Персидский залив Нира, супер. А с другой стороны, потому что, видите, здесь полуостров, как раз кусочек полуострова, который с двух сторон омывается разными заливами. Тихий океан. Парочка, немножко не так, потому что Персидский залив с одной стороны, и с другой стороны Аманский залив омывает Арабские Эмираты. Поэтому вы как специалисты, уже все партнеры должны быть специалистами в туризме. Поэтому вы будете знать, что океан не омывает Арабские Эмираты, а только два залива. Персидский и Аманский. Видите, вот с правой стороны, там где Аман, легко запомнить. Аманский залив. Что мы можем сказать по поводу климата? Климат сухой, и если выпадает всего лишь 7 или 10 дней в году осадков, как вы думаете, насколько там высока влажность? Совершенно ее нет. Поэтому достаточно сухо и жарко. И самым холодным месяцем считается январь, в котором средняя температура плюс 24 градуса. Самым жарким месяцем считается август, и там была зафиксирована температура даже до плюс 48 градусов. Поэтому будьте осторожны в летний период. Если вы планируете отпуск в Арабских Эмиратах, то обязательно подумайте о своем здоровье, насколько легко вы переносите такую высокую температуру. Даже местное население, граждане Арабских Эмиратов, часто покидают свою страну в эти жаркие месяцы, чтобы немножко остыть на других континентах других государствах. И еще немножко вам расскажу об истории происхождения. Почему, собственно говоря, Эмираты? Потому что государство... Сейчас, секундочку, слайды у меня подскакали. Государство было создано чуть более 40 лет назад, и создано оно было на совершенно голой пустыне. Семь Эмиратов объединились в единое государство, стали называться Объединенные Арабские Эмираты. Всего семь Эмиратов. Какие наиболее популярные вы среди наших путешественников? Друзья, в каких Эмиратах были вы? Пока вы пишете, я расскажу о той статистике, которая меня поразила, что население Арабских Эмиратов составляет всего 5 миллионов человек. То есть, грубо говоря, это один город Киев, в котором я нахожусь. И если мы говорим о гражданах Арабских Эмиратов, то только менее полутора миллионов — это непосредственно граждане Арабских Эмиратов. Все остальные — это люди-приезжие, которые работают в Эмиратах и работают на, собственно, граждан Арабских Эмиратов. Правильно, Дубай и Шарджа самые распространенные. Верно, да. Самые популярные среди наших путешественников — Дубай и Шарджа. Хотя, на самом деле, 7 Эмиратов и практически все они туристические. Там есть что увидеть. Абудаби — огромный шикарный Эмират со столицы. Да, Валентина Дуб, Абудаби. Так вот, друзья, что меня поразило в этой статистике, что на 5 миллионов населения насчитывается 37 миллиардеров и порядка 54 тысяч миллионеров. Как вам такая плотность миллионеров на территории одной страны? Рассельхейм — это точно популярный Эмират. Есть еще Фуджейра, который пользуется, в принципе, спросом, но мало кто о нем знает. Он как раз выходит на Аманский залив. Да, плотность миллионеров — это действительно круто. Что меня еще, знаете, в этом государстве импонирует, так это забота о, собственно, гражданах этого государства. Потому что человек, рожденный гражданином Арабских Эмиратов, а гражданство-то можно получить только по наследству, никаких вариантов других получить гражданство там нет. То есть только нужно быть рожденным в семье граждан Арабских Эмиратов. Так вот, человек, родившийся, ребенок только родившийся гражданином Арабских Эмиратов, уже получает право обучения в любом из университетов или учебных заведений мира. Не только государства, но и мира. Ему государство оплачивает обучение. Поэтому вот все граждане Арабских Эмиратов, практически все граждане, это достаточно высокообразованные люди, это люди, которые не работают на стройках, это люди, которые становятся миллионерами и миллиардерами и нанимают граждан других стран, которые составляют основную часть населения этой страны, на такие грязные черные работы. Поэтому это, скажем так, это страна, в которой повезло людям родиться. Что еще в Арабских Эмиратах прекрасно, несмотря на то, что это арабское государство, что все-таки достаточно лояльно они относятся к нам, туристам. Несмотря на то, что это государство, которым исповедуется ислам, все-таки они достаточно терпимы, высокая степень терпимости непосредственно к путешественникам. Но все-таки есть моменты, на которые обязательно стоит обратить внимание и необходимо учитывать при поездке в Арабские Эмираты. Вы знаете, что ислам запрещает алкоголь, курение и, конечно же, наркотики. Поэтому есть Эмираты, как, например, Шарджа, в котором это очень строго запрещено. И ни в коем случае вы не должны нигде пить алкоголь. И если даже вы очень захотите, вы не найдете, где его купить. Поэтому пить алкоголь, курить, а тем более провозить наркотики, я не то чтобы не рекомендовала, но... Я думаю, вы не хотите нарваться на тюремное заключение, которым это грозит. Нельзя есть на ходу. Если вы любитель какой-то уличной еды, то ни в коем случае вы здесь этого не найдете, потому что арабы относятся достаточно, скажем так, серьезно к употреблению пищи. И есть на ходу это неприемлемо. Если вы будете жевать жевательную резинку в метро, то вам полицейские могут сделать замечание. Ни в коем случае нельзя фотографировать местных жителей, нельзя фотографировать полицейские участки или государственные учреждения. Если мы говорим о строгости в одежде, то одежда должна быть, если вы ходите в общественных местах, особенно если вы заходите в храмы, то, конечно, должна быть одежда более прикрытая. Ни в коем случае не ходить в купальниках по городу. Это просто не предусмотрено нигде. Поэтому, девушки, вспоминайте о своих длинных платьях перед поездкой, вспоминайте о более закрытой одежде, чтобы посвятить какие-то достопримечательности и увидеть как можно больше в Арабских Эмиратах. Посмотреть там есть что. Вы знаете, что намытые острова, вы знаете, что закрытый горнолыжный курорт находится на территории этого жаркого государства. И очень-очень много чего посмотреть. Об этом можно говорить бесконечно, но мы сегодня об этом не будем говорить, потому что у нас есть о чем поговорить. Мы поговорим о том, чего нельзя делать. Нельзя превышать скорость дорожного движения. Я читала, что за нарушение этого правила, если вы превысили скорость, то штраф грозит 800 долларов. Притом, если вы не видите полицейских вдоль дороги, стоящих где-то, прячущихся в дюнах, то это не значит, что они не видят вас, потому что ведется видеонаблюдение по длине всех штраф, и штраф уже вам будет выписан даже без вашего ведома. В ресторане, Ларис, нужно смотреть по Эмиратам. И если мы будем говорить о таком празднике, как Рамадан, это аналогия нашего Большого Поста. В этом году он с 6 июня по 7 июля. Так вот, во время Рамадана в Арабских Эмиратах еще наиболее строго придерживаются законов относительно алкоголя, относительно закрытой одежды. У меня даже были путешественники, молодые люди, которые во время Рамадана были на территории Дубаи, и в отеле им сделали замечание, молодому человеку сделали замечание, чтобы он одел шорты более длинные, которые прикрывали бы колени. Поэтому даже строгость в одежде должна быть не только у женщин, но также и у мужчин, особенно во время Рамадана. Чем вообще он примечает или на Рамадан, что арабы, они не едят до захода солнца. То есть целый день должен быть посвящен молитвам, и только после захода солнца разрешено кушать. На путешественниках это не распространяется, конечно, поэтому если вы отдыхаете в отеле или в ресторане кушаете, то вам будет разрешено кушать в течение дня. Но опять-таки, скорее всего, это будут закрытые террасы, либо такие более приглушенные шторы будут на окнах, чтобы не оскорблять местное население употреблением пищи в дневное время суток. Вы знаете еще, как называется самое высокое здание в Арабских Эмиратах? Кто знает, друзья? Пока вы пишете его название, я вам скажу, что жители верхних этажей постятся на несколько минут дольше, потому что они видят немножко дольше, как заходит солнце, и они немножко дольше продлевают свой пост, посвящаясь молитвам дольше. Никто не знает, как называется самое высокое здание. Сейчас смотрю. Опущусь вниз чата. Друзья, меня слышно? Поставьте плюсики, пожалуйста. Друзья, меня слышно? Спасибо. Бурдж Халифа. Отлично, Мира. Самая активная путешественница по Арабским Эмиратам. По Арабским Эмиратам, Мира. Благодарю, друзья. Немножко видно с опозданием у меня идут плюсики. Хотела еще несколько моментов интересных вам акцентировать, потому что, девушки, если вы захотите выйти за миллионера или за миллиардера в Арабских Эмиратах, за гражданина Арабских Эмиратах, то учтите тот факт, что многоженство все-таки разрешено. Несмотря на то, что жжен содержать достаточно дорого, все-таки этот фактор присутствует. Поэтому будьте внимательны. Также следует помнить, что пятница и суббота – выходные дни. Выходные дни не совпадают с нашими, поэтому это обязательно необходимо учитывать, особенно при оформлении визы. Мы сейчас обязательно об этом поговорим. Ну и еще, что я хотела сказать, что 70% питьевой воды у нас в Арабских Эмиратах производится путем опреснения воды на 32, по-моему, предприятиях, которые производят пресную питьевую воду. Поэтому, как часто говорит Любовь Егопова, вода в Эмиратах стоит дороже бензина. Да, Лариса, совершенно верно. До четырех жен можно, но хотя по статистике я читала, что только 1% арабских мужчин содержит четыре жены, потому что это достаточно дорогое удовольствие. Но тем не менее, девушки, если вы соберетесь замуж в Эмираты, помните, что вы можете оказаться не первой. Уточните этот момент со своим женихом. Давайте перейдем теперь к визе, потому что у нас времени мало, и скоро начнется вебинар нашего дорогого и всеми уважаемого лидера Сергея Тишко. Так вот, какие у нас варианты оформить визу? Мы можем оформить визу через отель, через авиакомпанию или через визовый центр. Если мы оформляем визу через отель, на что обратить внимание? Прежде всего, тот факт, что отель вам не обязан открывать визу и открывать, как правило, визу отелей 5 звезд или 4 звезды. То есть только отель, за который вы заплатили хорошие деньги, скажем так. Кроме того, необходимо обратить внимание, что отели оформляют визу достаточно долго. У них нет никаких определенных перед вами обязательств и сроков, поэтому если вы располагаете достаточным временем, вы можете написать в отель письмо следующего содержания о том, что я гражданин такого-то государства, забронировал у вас какой-то номер на эти даты, указать даты. Также необходимо указать фамилии всех путешествующих с вами, людям, которым необходимы визы, и отправить в отель. И уже далее переписываться с отелем. Также вы можете оформить визу через авиакомпанию. Очень многие авиакомпании, которые дислоцируются в Эмиратах, они способствуют открытию визы для своих туристов. То есть если у вас билеты Emirates, или Air Arabia, или Fly Dubai, Etihad, еще многие другие авиакомпании, которые базируются в Арабских Эмиратах, то есть это первая страничка с вашей фотографией, с данными вашего паспорта и со всеми данными по срокам паспорта. На что обратить внимание здесь? Срок действия паспорта у вас должен быть не менее 6 месяцев с момента окончания поездки. То есть если, например, вы с 1 июля едете по 10 июля, вот 10 числа вы возвращаетесь уже на родину. То есть 10 июля вы должны посчитать 6 месяцев и на этот момент у вас должен быть срок действия паспорта еще действителен. В паспорте должна быть как минимум одна пустая страница для отметки пограничной службы о пересечении границы и, собственно, возврате обратно. Страница – это копия паспорта. Вы можете сделать либо на сканере цветную копию этого документа, либо вы можете сфотографировать его телефоном тем же, чтобы это была хорошая цветная, качественная фотография. И также есть требования к размеру этого файла. То есть это должен быть 960 на 1310 пикселей. Можете эти цифры не записывать. Я вам сейчас покажу сайт визуал-центра, в котором вся информация есть. Просто обратите внимание на размер вашего файла и на размер непосредственно отсканированной фотографии. Если вы сделали фотографию и у вас она получилась другого размера, вы можете зайти элементарно в тот же пейнт и изменить фотографию под тот размер, который вам необходим. Что еще необходимо иметь при себе перед тем, как обратиться в визовый центр? У вас должна быть фотография на светлом фоне. Фотография должна быть, конечно, цветная. Вам не нужно фотографироваться в полный рост или всей семьей. Это должен быть портрет от плеча до макушки. Размер фотографии должен быть в диапазоне 200-400 и по вертикали 257 на 514 пикселей. Опять-таки, есть требования к размерам фотографии. Поэтому обратите на этот факт внимание, когда будете отправлять их в визовый центр. Вы, главное, не беспокойтесь, потому что когда вы будете загружать эту фотографию на сайте визового центра, перед вами откроется редактор, фоторедактор, в котором вы сможете подогнать эту фотографию, под тот размер, который необходим. Потому что фотографию больше или меньше сайт просто не пропустит. Но он позволяет вам отредактировать непосредственно на сайте. Что еще мы готовим? Это должен быть авиабилет или бронь. Авиабилеты туда и обратно. Вы можете, соответственно, либо забронировать авиаперелет и оплатить его, либо просто забронировать без оплаты. Предварительное бронирование сделать. У вас должен быть один из документов на выбор по условиям визового центра. Это справка с нового счета, либо копия всех шенгенских, американских и британских виз за последние пять лет. Я бы советовала все-таки акцентировать внимание на третьем пункте, на копии всех виз. Потому что справка с места работы должна быть достаточно высокой заработной платой. копия банковского счета опять-таки за последние шесть месяцев с оборотом порядка десяти тысяч долларов должна быть. Я думаю, что не каждый может похвастаться такими оборотами на данном этапе. Поэтому лучше создать визовую историю до этого момента и отсканировать все копии своих виз. Давайте сейчас покажу вам непосредственно этот виз. сайт визового центра, на котором есть вся информация. AsiaVC. Почему AsiaVC Asia? Запомните легко. AsiaVC. 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 Здесь, на этом сайте, открывают визы не только Арабские Эмираты, но и другие страны Азии. Сейчас я поделюсь с вами экраном. Вы мне поставьте, пожалуйста, плюсики, тот, кто видит мой экран. Друзья, поставьте, пожалуйста, плюсики, видно ли мой экран. Я сейчас вернусь к вам и посмотрю, есть ли плюсики, потому что я не все сразу вижу. Друзья, видно ли сайт визуал-центра стран Азии? Есть. Благодарю. Все, перехожу на сайт. Вы видите здесь визовый центр стран Азии и перечень стран, в которые мы можем открыть здесь визы. Мы нажимаем визы Объединенные Арабские Эмираты и переходим непосредственно на закладку по Объединенным Арабским Эмиратам. Здесь нам предлагают зарегистрироваться, зарегистрировать свой личный кабинет. Для чего нам это нужно? Когда вы будете оформлять свою визу, вам необходимо будет открыть личный кабинет, создать личный кабинет, в котором вы, собственно говоря, и будете отслеживать ход вашей заявки. То есть вы увидите, что ваше заявление рассмотрено, что визу вы получили и, собственно, в этом личном кабинете вы сможете и распечатать визу. Вы знаете, друзья, что виза выглядит как лист формата А4, который можно распечатать с любого принтера. Это не штамп консульства или посольства, это просто виза, которая есть в электронном виде. Вам обязательно эту визу необходимо будет взять с собой, когда вы путешествуете. Несмотря на то, что многие утверждают, что виза есть в электронном виде и на таможне вся эта информация есть, как только они проведут ваш паспорт, но, тем не менее, я бы рекомендовала все-таки и документы по перелету, и, прошу прощения, и документы по поселению, и также документы по визе обязательно имеют с собой при прохождении паспортного контроля. Извините, друзья. Смотрите, что у нас здесь есть. Виза в Объединенные Арабские Эмираты. Вся подробная информация. Цены на визу. Виза стоит порядка 105 долларов. Если это срочно, то она будет немножко дороже. Прежде чем оформлять визу, вы должны посмотреть, сколько дней оформляется виза. Визовый центр утверждает, что они оформляют визу в течение пяти дней, но есть такая сноточка о том, что длительность оформления визы может быть увеличена на усмотрение непосредственно визового центра, либо консула. И таким образом они говорят, что виза может выходить до 14 дней. То есть учитывайте этот фактор. Смотрите, когда вы прочитаете, вот здесь вот есть услуги и цены, условия предоставления услуг, порядок запроса визы. То есть здесь все подробно описано, друзья. Вы можете не волноваться, когда вы зайдете на сайт, здесь абсолютно подробно вся информация изложена. Вы видите, красными буквами обозначено, что сроки рассмотрения заявлений может быть увеличены. Поэтому, пожалуйста, предварительно побеспокойтесь об оформлении визы и не откладывайте это на последний момент. Порядок оформления визы описан. Документы на визу описаны. Когда вы перейдете, зарегистрируете свой личный кабинет, вы сможете уже попасть на непосредственно заполнение анкеты. Преступить к заполнению анкеты предлагают нам. Но прежде чем приступить к заполнению, нам предлагают зарегистрироваться. Мы сейчас не будем тратить на это времени. Друзья, мне кажется, что достаточно понятный здесь сайт. Познакомьтесь с ним. Если будут какие-то вопросы, пишите мне в скайпе либо ищите в фейсбуке. Я есть Елена Петровская. И мы с вами разберем эти вопросы сейчас на порядке. Но, мне кажется, на сайте достаточно подробно. Здесь все вопросы, которые возможны, здесь есть. Подробно описано, какие документы и как они должны выглядеть. Так же есть. Поэтому не теряйтесь, не переплачивайте путешественникам, путешествуйте легко. Сейчас возвращаюсь к нам, к вам, друзья, какие есть у нас. Смотрите. Вернемся на заглавную страничку, как выглядит сайт, чтобы вы его запомнили и видели. Как он выглядит. Азия визовый центр. AsiaVC. Название сайта. Запомнить легко по ассоциации. Это визовый центр стран Азии. Он занимается оформлением виз не только в Арабские Эмираты. Сейчас нас интересуют Арабские Эмираты, поэтому мы заходим на визы в Арабские Эмираты. Объединенные Арабские Эмираты. Не зависимо от того, в какой из Эмиратов мы летим. И смотрим. Мы зашли на закладочку Объединенные Арабские Эмираты и переходим непосредственно к оформлению визы. Что нас интересует? Порядок запроса визы вы можете посмотреть. Вы можете зарегистрировать личный кабинет. Видите, вот здесь прямо вверху, там, где написано визов ОАЭ, фотография, и ниже идет электронная почта, пароль и регистрация. И вход. Это если вы уже сделали личный кабинет, вы можете им пользоваться неоднократно. То есть, один раз зарегистрировав кабинет, вы можете всегда им пользоваться. Если вы еще не регистрировали, значит, вы нажимаете регистрацию и проходите простую регистрацию. Здесь есть ответы на все ваши вопросы, друзья. Опять-таки, обратите внимание, что когда вы подаете на визу, по срокам визы я вам говорила, что это от 5 до 14 дней может быть. В принципе, это немножко визовый центр перестраховывается, как правило, 5 дней достаточно, но опять-таки случаи бывают разные. Не дай бог случится ситуация и ваша фамилия совпадет с чьей-то фамилией, кто депортирован был из Арабских Эмиратов и вас будут дополнительно проверять, то лучше, чтобы у вас было больше времени. Вы можете посмотреть часто задаваемые вопросы. Как правило, здесь на все вопросы есть ответы. Когда подавать на визу, сколько времени это занимает, на что обратить внимание. Также обратите внимание, что когда вы подаете на визу, сроки оформления визы не учитывая с пятницу и день подачи. То есть, пятница – это официальный выходной день, и никто вашу визу с пятницы рассматривать не будет. Если вы видите сайт, здесь вот как и куда мне подать заявление на визу. Подробно описано. Нужно ли мне лично приходить? Здесь есть ответ, что если вы оформляете в электронном виде, вам приходить лично не нужно. Будет ли запись, друзья, пока не знаю, потому что я не записываю, у меня нет такой технической возможности. Не знаю, у кого из ребят получится, тогда выложим. Если нет, то придется повторить. Или сделаю отдельно запись вам по этой школе. Друзья, какие есть вопросы? Сайт простой, доступный, подходит абсолютно всем жителям стран СНГ, любой страны СНГ, можно подавать в этот визовый центр. Здесь непосредственно есть об этом информация, чтобы вы не волновались. Сейчас я вам покажу. Здесь указана перечень государств, которые не требуют визы. Ну вот здесь, видите, они пишут, что срочная виза может быть оформлена за 2-3 рабочих дня. Ну, друзья, я думаю, что, скорее всего, если вы путешественники, планируете заранее свое путешествие, то стоит побеспокоиться об этом заранее, дабы не переплачивать за срочность и за оформление срочных документов дополнительные деньги. По секундочку. Сейчас смотрю вопросы, ваши друзья, минуточку. Правда ли, что если был в Израиле, то в Эмирате уже не путь? Я только вернулась из Израиля. Лариса, на самом деле Эмираты достаточно лояльны и терпимы сейчас стали. И вы знаете, что мы говорили сегодня о миллионерах, миллиардерах, и все понимают прекрасно, что они, вероятнее всего, заработали свои доходы именно на добычу нефти. Но мне нравится политика этого государства тем, что люди прекрасно понимают, что запасы нефти, они все-таки когда-то закончатся. И сейчас они делают ставки, огромные ставки на развитие туристической инфраструктуры, на развитие рынка туризма. И поэтому они очень лояльны, очень терпимо относятся к нам, туристам. И со штампами Израиля можно ездить в Эмираты. Это подтвердили уже неоднократно путешественники, поэтому не волнуйтесь, смело путешествуйте в Эмираты. Вообще регион настолько быстро развивается, что туда нужно достаточно часто ездить, потому что они удивляют новыми, постоянно новыми какими-то диковинками. Знаете, мне похоже это на какую-то сказочную волшебную страну, которая по мановению волшебной палочки появляются какие-то чудеса. Потому что вообще я читала, что порядка 25% всех строительных кранов находятся на территории Арабских Эмиратов. Поэтому вы понимаете, какие колоссальные темпы развития и застройки этого региона. Вопрос не в тему. Куда лучше всего полететь отдыхать в середине июлях, чтобы было море, песок, посоветуйте, пожалуйста. Мира, вопрос это индивидуальный. Я никому не советую, не зная человек, потому что море и песок, особенно в середине июля, это достаточно широкая тема. Все настолько индивидуально, смотря откуда вы будете лететь, с кем будете лететь и чего вообще душа желает. Поэтому прислушайтесь прежде всего к себе, узнайте, куда летят самолеты из вашего региона, ну и уже от этого отталкивайтесь, наверное. А как ставят визу в паспорт? Геннадий, визу в паспорт не ставят, в Арабских Эмиратах она оформляется в электронном виде, это электронная виза. Она оформляется на листочке А4, который вы можете распечатать на любом принтере, вам нет необходимости ее видеть с мокрой печатью. Таможенный паспортный контроль, они в принципе видят ее в каком-то реестре, но всякие могут быть сбои, поэтому у вас должна быть этот листочек формата А4 распечатанный, там будет ваша фамилия, данные по вашему паспорту и сроки действия визы и номер вашей визы. Виза, ОФ, паспорт не ставится. Совершенно верно, Лев. Нужно ли паспорт отсылать? Нет, паспорт не нужно отсылать. Геннадий, вы отправляете документы отсканированные, первую страничку паспорта отсканированную, непосредственно самого паспорта отправлять не нужно, потому что виза туда не ставится, она в электронном виде вам присылается. Китай и Сингапур это могут быть отдельной темой, поэтому мы сейчас говорить об этом не будем. Друзья, есть ли какие-то вопросы по Арабским Эмиратам, потому что я хочу, чтобы у вас было хотя бы пять минут выпить воды, чая или кофе и перейти в другую вебинарную комнату для прослушивания вебинара Сергея Тишко. В Таиланде в середине июля считается не сезон мира, ну как бы сезон дождей, но вы знаете, моя туристка, которая ездила, она в начале июля ездила, правда, но сказала, что единственный раз был там грозовой ливень, считается, что такое тропический ливень, это в течение получаса идет сильный дождь, потом уже через полчаса солнышко и тепло, поэтому если вас это не пугает, то можете смело ехать, там нету каких-то затяжных дождей, которые могут вас надолго выбить с пляжа, но вообще по туристическим нормативам это не сезон. Лариса, все в рублях, потому что территориально визовый центр находится в Москве, но на самом деле он работает со всеми гражданами государств стран СНГ, абсолютно все, вы найдете информацию на сайте об этом, и не пугайтесь, ну, он в Москве находится, поэтому требования в рублях, если бы он находился в Киеве, было бы в гривнах, но это ничего не значит, просто, например, в Украине визового центра как такового нету, пожалуйста, миром, пожалуйста, любовь, друзья, благодарю вас за внимание, всем желаю приятного вечера и хорошего вебинара следующего. субтитры создавал DimaTorzok,